Здравствуйте друзья. В большинстве случаев, приступая к сбору материала для обзора, я не знаю что меня ждет в ходе тестирования, на что реально способно то или иное устройство. Но в этом случае я не ожидал никаких сюрпризов, так как ранее обозревал практически идентичное по логической части реле с энергомониторингом для Динрейки и имел ряд отзывов о работе героя обзора и заслуживающих доверия источников. Поэтому этот обзор должен был рассказать о практически идеальной ZigBee розетке с быстрым энергомониторингом и являющейся отличным роутером, но все случилось по другому. Так что пока ситуация не исправится, а я очень на это надеюсь, рассматривайте этот обзор как предупреждение. Модель Blitzwolf BVSHP15. Интерфейс ZigBee 3.0. Рабочее напряжение 110-240 Вольт. Максимальная мощность 3680 Ватт, ток не более 16 Ампер. Энергомониторинг, детский замок. Рабочая температура от 0 до 40 градусов Цельсия. Размер 49х49х82 мм. Приложение управления Tuya Smart, Smart Life, Blitzwolf, Google Assistant, Amazon Alexa. Поставляется устройство в характерной для Blitzwolf коробке в бело-зеленых цветах. Оформление лаконичное, название бренда, модели и перечень основных характеристик. Но лично меня больше интересует не коробка, а ее содержимое. Кстати, с точки зрения защиты при пересылке, от самой коробки толку немного. Спасла от повреждений только добротная и плотная внешняя упаковка. Комплект поставки включает в себя саму розетку и небольшую инструкцию на нескольких языках, русского я не нашел, но есть английский. Внешне это классическая розетка-переходник из экосистемы Tuya Smart, отличается только надписью с названием производителя и модели. Характерный вырез с квадратной кнопкой, у меня кстати уже был обзор на подобную розетку с точно таким же корпусом и кнопкой. Короткое нажатие служит для переключения состояния, удерживание до мерцания светодиода, перевод в режим сопряжения. Устанавливается устройство в глубокую розетку Shuka, вилка толстая, рассчитана на ток до 16 Ампер, есть сквозной контакт заземления. Конечно, я не мог не сравнить с предыдущей версией SHP13, имеющей точно такие же параметры, энергомониторинг и ток до 16 Ампер. Их легко отличить по конструкции корпуса. С фронтальной стороны они тоже отличаются, новинка более массивная, она немного шире и выше предшественницы. По глубине они практически одинаковы. Правда основные отличия у них как раз внутри, об этом немного позже. Традиционно логическую часть я начинаю с базового приложения управления для этой розетки Tuya Smart или его аналог Smart Life. Что касается приложения Blitzwolf, это сильно урезанный клон Tuya Smart, ставить его совершенно нет смысла. Идем в плагин шлюза, нажимаем добавить, включаем на розетке сопряжение. Устройство успешно добавляется в систему и появляется в общем списке, и перечни устройств шлюза к которому подключено. Сразу же прилетело обновление прошивки, кстати это еще одна причина почему я подключаю изначально на родной шлюз. Обычно обновления несут в себе исправление ошибок и улучшения, и тут заявлена оптимизация логики защиты по напряжению, вроде как все нормально. Это обновление, как оказалось впоследствии, несло в себе не только оптимизацию логики, но в тот момент я еще об этом не знал. Но в данном случае хорошо что я обновился, так как могу теперь предупредить о последствиях. Плагин управления стандартный. Большая часть окна отображает статус розетки, темный фон выключен, светлый включен. Внизу функциональные кнопки, первое управление розеткой. Следующее расписание, эта опция позволит вам запланировать по дням недели и времени автоматическое включение и выключение розетки. Энергомониторинг, отображение текущих параметров, напряжение сети, потребляемая мощность, ток протекающий через нагрузку и данные потребленной энергии в киловатт-часах. Меню настроек отображает журнал срабатываний, в котором видно изменение состояния розетки. Есть возможность установить в каком состоянии будет розетка после восстановления питания, включена, выключена или помнит состояние. Еще настраивается поведение светодиода в зависимости от состояния розетки и детский замок, который предотвращает срабатывание розетки по нажатию на кнопку. Меню общих настроек вызывается по нажатию на кнопку справа вверху. Тут имеется информация о поддержке устройства Google Home и Amazon Alexa, сетевые параметры. Также можно объединить несколько розеток в одну группу. В этом же меню находится пункт удаления устройства из системы. Перейдем к автоматизациям. Розетка может работать и в качестве триггера или условия, это события, которые вызывают срабатывание автоматизации. Ими могут быть и текущее состояние розетки, и каждый из трех параметров энергомониторинга, ток, мощность и напряжение, где можно установить соответствие больше, меньше или равно заданному значению. Что касается раздела действия автоматизации, то тут только управление питанием, включить, выключить или переключить состояние. Пример автоматизации, где нажатие на кнопку Zigbee пульта переключает состояние розетки. Управление из приложения, все практически онлайн. В принципе, по моему опыту, Tuya работает очень быстро. Обратная связь с приложением, при работе автоматизации. Память состояния работает корректно, тут есть три режима, всегда включена, всегда выключена и восстановление режима, который был перед отключением питания. Обновление данных по энергомониторингу происходит в течении порядка 10 секунд. Кстати, если вспомнить об обновлении прошивки, то на работу в штатном приложении она не повлияла, все работает нормально. На большей нагрузке скорость обновления та же. Что касается точности, то разница в большую сторону, относительно бытового энергомонитора, характерна для всех испытанных мной на этом стенде розеток. Что склоняет меня к мысли о покупке другой модели энергомонитора. Пару слов о поддержке в Google Home. Для нее необходимо подключить аккаунт Tuya Smart к своему дому, после чего все поддерживаемые устройства будут добавляться сюда автоматически. Название передается тоже, что и в Tuya. Показаний по потреблению тут нет, только включение и выключение, в том числе через голосового помощника. При желании можно сменить имя устройства, которое будет отображаться только тут. Работу с Home Assistant начнем с штатной интеграции Tuya, существенно доработанной в обновлении 2021-111. Розетка автоматически залетает в систему через шлюз Tuya, таким образом она есть и в приложении и в Home Assistant. Кроме управления розеткой, тут появились сенсоры энергомониторинга, которых до обновления не было. Правда они по умолчанию деактивированы. Есть даже режимы управления состоянием после восстановления питания и светодиодом на кнопке. Как выяснилось в ходе тестов, хорошо и быстро работает управление розеткой практически в онлайне. Но вот сенсоры потребления и тока нагрузки ничего не отдают, даже если ждать очень долго. Значение напряжения есть и даже обновляется. А вот настройка параметров состояния после восстановления питания и режим работы светодиода, сразу отображаются в интеграции корректно. В этой части обзора я хотел показать, как классно розетка работает с zigbee2mqtt, как уменьшить интервал передачи показаний энергомониторинга до 1 секунды. Но тут, как выяснилось впоследствии, как раз из-за обновления до версии 1.0.5, ситуация поменялась. Из zigbee2mqtt на розетку команды уходят и отрабатываются, и включение и сохранение состояния. А вот от розетки больше ничего не приходит. Ни показания энергии, ни даже состояния розетки, если ее переключить вручную. И это при том, что розетка поддерживается официально. Как выяснилось, после обновления изменилась и структура кластеров. Добавился новый проприоритарный кластер. Далее, я проверил работу и на штатной прошивке SLS шлюза, на дату обзора от 2 ноября 2021 года. Устройство добавилось нормальное, поддержка тут тоже штатная. Но ситуация была ровно та же, что и zigbee2mqtt. На розетку команды уходили, а с нее ничего. После проведенного расследования, было выяснено, что с новой прошивкой 15 версия розетки, стала работать по принципу предшественницы 13, то есть теперь не сама шлют данные, а ее нужно принудительно опрашивать. Автор прошивок по SLS шлюз Григорий, сделал обновление конвертера для этой розетки, которая опрашивает ее и получает обновление данных. Тут уже появились все параметры энергомониторинга. Время обновления по умолчанию минута, можно настроить например 5 секунд. Эта настройка работает корректно, шлю запрашивает розетку с заданной частотой получая данные. Но тем не менее, одним из ключевых отличий от 13 модели, было как раз то, что 15 сама отправляла данные без принудительного опроса, причем с частотой вплоть до 1 секунды. Кто видел мое видео по сравнению с Zigbee роутеров, помнит, что в том баттле победил Blitzwolf BVSHP13 с результатом в 25 подключенных конечных устройствах. К SHP15 удалось подключить 31 устройство, правда тут должен уточнить, что тест делался еще на старой прошивке. Еще недавно я с чистой совестью рекомендовал всем модель SHP15, так как она действительно стремилась к идеалу. Стандартные кластеры, быстрый энергомониторинг, отличный Zigbee роутер. Теперь я могу только настоятельно рекомендовать владельцам этих устройств не обновлять прошивки. Хотя до меня уже доходила информация, что в некоторых случаях девайсы уже приходят с ней. А для тех кто планировал купить, я лично, по крайней мере если не вернуть все обратно как было, не советую этого делать. Получите по сути SHP13 в немного другом корпусе и сильно дороже. Когда, я все же надеюсь что когда, не если, ситуация изменится, я обязательно сообщу об этом. На этом все, если видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости, делюсь ссылками и создаю опросы по тематике умного дома. Ссылку на него, а также на удобный каталог устройств умного дома, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok